всем приветики привет друзья поехали покатаемся у нас лето люди у нас лето у нас 32 градуса жары и такую жару у нас обещают целую неделю круто очень круто особенно когда отпуске да у нас папа в отпуске поэтому сегодня сегодняшнего дня мы с ним путешествуем куда-нибудь по чуть-чуть конечно где-то здесь рядом недалеко дорогу будем снимать будем что-нибудь обсуждать до рассказывать что-нибудь расскажем еще покажем городе у нас хорошо дело посмотреть сколько там градусов показывает на молокозаводе правда не успела у нас пол пол третьего три наверно уже даже 53 ну в общем три часа дня рабочий день 31 градус показывает у папы на бортовой компьютер в общем едем сейчас мы пока едем по улице ленина в районе завода велку цирк у нас уже уехал ну на улице прекрасно слушайте на улице вообще шикардосно да на улице вообще здорово может дорогу не смыть по логике расставить травка зелени нет солнышко блестит а да буду прерываться где-то ну и что повторение мать учения слышал такое остановки пустые в жару никто не хочет наверно никуда ехать да ну короче сегодня будний день так а сегодня будний день да как бы и время-то еще рабочее восьмой микрорайон микрорайон нового центра развития как оно называется центр культурного развития центр культурного развития все не успела не успел повернуть а мы поехали в сторону казанского поворота понеслись пмк 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 едем пмк слушал тут машин столько много да движение здесь работают тут работают машин то слушай мне кажется больше чем работают людей а нет машины не у каждой есть хотя все наверное у каждого у каждого второго это точно наверное есть выезжаем из города ну видите да поток машин ну приличный в рабочее время да получается что у нас рабочий день и рабочее время 3 часа дня там кстати дорога на ЗМО а мы едем прямо да ну ну да смотрите сколько встречки едет в Чепецк слушай я давно наверное так не ездила чтобы видеть такой поток машин а может там слушай делают что нибудь дорогу нет где-то скапливается ну сейчас как раз проедем и посмотрим да хотя вот она прошла вся встречка все она прошла ну вот эту дорогу уже надо бы надо бы тоже уже да что-то с ней немножко делать вот тут вот на выезде где-то уже это когда-нибудь видно когда-нибудь я говорю что надо уже надо надо вдруг подействует да да вдруг подействует это как самовнушение а здесь уже хорошее начинается да здесь уже не надо проверка проверка да а может ли ореховцы нет вот остановка-то ореховцы а может проехать а вот этот-то ореховцы что ты меня путаешь кручу верчу обмануть хочу да мы тут что-то встали за автобусом 103 ладно обгоним тогда включусь мы обогнали синенький автобус а впереди нам с на этот еще один да да но есть 103 какой-то другой заказной может какой-нибудь а может какой-нибудь фокусеева написано какой-то номер на нем я просто просто не вижу что-то что-то у меня заело тут что-то подожди не могу сфокусировать во сфокусировалась а мы выезжаем с вами на мост который над железной дорогой перед починком да горьковская железная дорога да через кировскую область через киров как раз вот кировочепецк там дальше бумкомбинат и идет на зуев не совсем не скажешь бумкомбинат просятся туда вот она да не через кировочепецк чуть-чуть там как раз как мы в каркино ездили вот как раз ответка то идет через кировочепецк тут идут какие тут есть какая-то ветка брошена но она чисто химкомбинат овская еще узкоколейка да но еще узкоколейка это чисто местный вид транспорта конечно да не знаю для континтио а мы в общем проезжаем где-то где-то в садах в починках в починках в починке в общем да сегодня что-то загрузка какая-то на дороге да в рабочий день слушай и в рабочее время мы редко с тобой ездим да так то вот в основном это выходной или вечер или вечер да ну вот сады садов тоже много садов много летом все оживает мне кажется садоводы трудятся как пчелки да 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 какое там поселение то да ну в общем туда идет автобус как что-то такое дальше фатеево시죠 у нас ездит у нас такой-то международный автобус куратчик-антиево там же тоже садах сать я не знаю как там насчет постоянно там поселок какой то нет или все-таки да просто сады Может быть, доехать когда-нибудь туда тоже, да? Посмотреть, что там такое вообще. Деревня, деревня Кобелин. Сколько машин, да. Сколько машин, да, сегодня. Прям поток, да. Я думаю, что в Британский тоже там постоит. Вот мы вот как едем сегодня, так и едем, да? А и поток вот этот вот, ну, он периодически, но есть. Тут как раз такая съемчик такой в горочку, да? И видать так хорошо все, что тут есть. Хорошо тоже тут сделали, да? И освещение сделали. Да, да, да. И пешеходные переходы вот там вот есть. Ну, дороги, в смысле, для пешеходов вдоль же. А не по трассе люди ходят. Здесь где-то поле было. И поле-поле красивых-красивых сиреневых цветов. Надо, кстати, посмотреть в интернете. Что тут за цветочки? Как интересно это смотрится все дело. Есть борщевичок вон-то идет. Ну, слушай, его как будто меньше стало. Да, ну, погоди, он вырастет, больше стоит. Да? Еще и только июнь месяц. Не, ну, видно, конечно, его, что он тут есть. Но я имею в виду, он еще не такой большой, наверное, да. Еще не такой большой. А что, где-то поле-то с этими цветами-то красивыми. Если кто знает, можете написать в комментарии. Что за такие красивые цветочки? Растут прям целым-целым полем. Сейчас доедем. А это что у нас? Солнцы, по-моему. Да? Называется-то, нет? Растут. Вот оно, поле, да. Слушай, просто огроменное. Посмотрите. Похоже на лаванду. Но это не лаванда. У нас она в таких масштабах не растет. Ну, ладно. А кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. А мы поедем дальше. Всем добра и всем пока.